МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Снегопад, як випробування на уборку от снегу дорог і територий, у регіоні накерували сотні одзінок техніки. А зараз об гэтым і іншим, більш подробязнам. Сьогодні – День пам'яті воїнів-інтернаціоналістів. 32 гады тому советські війські пакінули територію Афганістана. Гэтую дату означаюць по усій території былого СССР. У пам'ять загінувших воїнів і у знак поваги тим, хто вернувся додому живым, у Гомілі прайшлі акції і мітінги. Падробязнаці у наступному сюжеті. Сабор святых апостолов Пятра і Паула. Раніця у храмі отбылась апамінальна служба. Сьогодні тут прагадали і помалілися за наших земляків. Тих, хто паволі лісу трапів у далекі Афганістан виконуваць воїнській обов'язок і скончу там свой життёвий шлях. Георгію Віктором, Віталію, Борису, Василію, Николаю, Юлію, Михайло, Владіміру, Александру, Сіміону, Владіміру. Што год 15 лютага тут праходзіць богослуженні у пам'ять аб 126 наших земляках, загінувших у Афгані. Гэта важная традиція для усіх, каго такці інакш закранула гэтая вайна. Як і што гадовый мітінг каля меморіялы помніка воїнам інтернаціоналістам. Сотні людзей, сярод яких керівніцтва города і в області, сілавых структур, колективы прадприємствав, молаць і ведома вітарана-інтернаціоналісты. Для афганців мітінг не толькі нагода пригадаць воєнную маладось, але і сустреці з байовыми товаришами. У кожного зіх свая історія і гаварыць об'єй непросто. Ну я служил в 45-м отдельному інженер-саперному полку, был сапером. Як говориться, шли на разминировання, разминировали, ну і за нами уже і шли, як говориться, другие подразделения. Молоді парні були і вот погибли, а нам нам удалося, як би, ну, остацься живими. І ми йдем кожен год памінать наших товаришів. Обласна ветеранська організація – Саправднае Братства. Агульными намаганнямі афганцы робять усе махчиме, кабу віковецшить пам'ять об вайне і загінувших у баях земляках. Работа проводяться у розних напрямках – от выдання книг до створення музейних експозицій. Последня наша работа была – мы выпустили очень красивую книгу «Гамельчанин на далекій вайні», худальбом. Вот сейчас вместе с музеем, городским музеем, мы делаем очень хорошую выставку. Я думаю, что к 9 мая мы ее откроем. Выставка. Они провожали их в армию, они не вернулись из Афганистана. Это просто изумительно. Сегодня мы насобирали материалы. Это и письма, это и похоронки, это и фотографии матерей, фотографии местности, где жили погибшие ветераны и так далее. На приконце Афганской войны на Радиму вернулись больше, как 5000 уродженцев Гомельской области. На сегодня в регионе проживают 3500 афганцев, а так само 122 воины-интернационалисты, які удельничали у інших локальных конфликтах. Миколай Скинціян, Игорь Марышенко, телерадио «Кампания Гомель». У гонор памятной даты представники громадских объединений наведывают воинов-интернационалистов, яким особливо потребный клопот и увага. В этом доме проживает Геннадий Горбачев. Мужчина выполнил воинский долг в Афганистане, отримал серьезные ранения, стал инвалидом первой группы. Геннадий Миколаевича доглядая его сестра, але без допомоги необыяковых людей так само не обыходится. Член ветеранской организации и фонду «Миру» сустрелись с воинным-интернационалистом, каб выказать свою патрымку. Подобные визиты – добрая традиция, и мета у них зауседы одна. Вручите, исходя из наших возможностей, некоторую им материальную такую помощь, и этим самым немножко поднять им настроение, и чтобы они и помнили, и знали, что о них заботится государство, заботится общественная организация, потому что этих людей мы забывать не должны. Премии имя Суворова, так само имя Свечина. Такой высокой узнагороды удостоили книгу под назвой «Лес командарма Лизюкова». Ее автор – загадший кафедры русской и сосветной литературы ГДУ имя Франциска Скарыны Ивана Фанасьев. Премии присуджаются членам Академии военных навук в Москве за фундаментальные работы по проблемах оборонной безопасности, военной стратегии и истории. И то, что книга, посвященная вкладу Александра Лизюкова в Великую Победу, получила столь высокую оценку, означает также признание, очередное признание высшим военным экспертным сообществом исключительного вклада, исключительной роли Александра Лизюкова в событиях Великой Отечественной войны. Иван Миколаевич – троюродный племенник героя Великой Отечественной войны Александра Лизюкова. Аутор означает, отриманный у Знагорода – заслуга усіх, хто поддерживал его и допомагал князе выйти в свет. Вот им лику керавництва университета и в области. Сегодня на сессии областного совета депутатов принята новая областная инвестиционная программа, а так само региональные комплексы по будовництву жилья, развитию аграрного бизнеса, малого и среднего предпринимательства. Распрацовщики этих документов не только вызначили приоритетные накерунки, но и подлечили сроки, которые потребуются на реализацию планов. С принятыми документами ознайомились наши корреспонденты. Инвестиционная программа Гомельской области принимается что год. Ее задача – сконцентровать областные сроки на наибольшь важных накерунках, перш за усёх – это социальные объекты. Причем летость при першопрошатково запланованных 76 миллионов рублей фактично выдатковали на 10 миллионов больше. Сирот наибольшь масштабных реализованных проектов – поликлиника в Гомеле, мемориальный комплекс «Ала» в Светлогорском районе и некольки спортивных объектов в разных регионах в области. Сулют-то инвест-программе закладен на маль 75 миллионов рублей. Гэтые сродки будут накереваны в первую чергу на будовництво объектов, которые можно отнести до наибольшь социально значных. Тут и модернизация медицинских объектов и взведение установы дукации. Мы начали в прошлом году школу в 96-м микрорайоне, мы начали в прошлом году реконструкция БСМП, скорая помощь наша. И это основные направления, которые будут обозначены. Также мы продолжим строительство, которое идет с прошлого года. И мы сконцентрировали внимание на объектах, имеющих высокую степень готовности, в ближайшие годы, которые будут обеспечены водой. У нас назрела необходимость строительства детских садов в городе Гомеле, в Речице. В прошлом году мы начали эту работу и поставили задачу в текущем году разработать проектную документацию. Что касаемо города Гомеле, это 59-й микрорайон и 96-й микрорайон. Региональный комплекс будовництва жилья – это документ, который по сутности детализует на прамки реализации отповедной державной программы. Летость заданнее по будовництве на Гомельшине первых каналей на тому селета заховаются прикладными новогодние объемы – 500 тысяч квадратных метров. Але на протягу пятигодки планы будут повеличиваться, и в 2025-м эксплуатацию сдадут уже 565 тысяч квадратных метров. Причим с забавязковой наявностью инженерной и транспортной инфраструктуры. Для реализации программы спотребится каля 5 миллиардов рублев. Частка гэтых сродков будет выдаткована державой, частку жилья побудуют за кош насельництва. Вода и наибольшь складанная ситуация у сельской мясцовости. Замоцевать специалистов тут можно перш за все доброй зарплатой и уластным жильем. По куль забеспечить гэтые умовы можно не кожные сельгазпродприемства. Сегодня не все сельскохозяйственные организации имеют материальную возможность построить жилье, потому что стоимость квадратного метра, которая сегодня оплачивается за счет кредитных ресурсов Белограбанка – 940 рублей за один квадратный метр. Что касается фактической стоимости в индивидуальном жилом доме, получается где-то 1300-1400 рублей за один квадратный метр. Естественно, должно доплачивать само сельскохозяйственное предприятие. Доведены показатели по строительству для многодетных семей. Это где-то 1710 многодетных семей. Мы должны обеспечить жильем. Запланировано и многоквартирное жилищное строительство, как правило, в энергоэффективном исполнении запланировано 16 тысяч метров квадратных жилья с электроотоплением, которое сегодня – это электродома, которые будут использоваться и для пищеприготовления, и для отопления. Олег Синцеров, Максим Савин, Валерий Гопанько. Телерадио. Компания. Гомель. И в протяжении темы. Одразу два социально значные объекты сейчас производят в Гомеле. Это новый корпус больницы худкой допомоги. Ее наберет несколько отделений с самой современной техникой. И новая школа с эдукационными ноу-хау. Подробности в следующем сюжете. Сегодня у нас в районе четырех часов детонирования. И планируем дальше демонтажа палубки. Людей нам хватает на сегодня, так? Людей на данный момент хватает. Мы находимся в графике. На зверку паперового проекта с офлайн-узведением – некольки хвилин. И снова до справы. На этой плясовце будовники круглые сутки. Узводить важный для города социальный объект – корпус больницы худкой медицинской допомоги. Проект реализуют у некольких этапов. Сначала снесли старые побудовы, вырыли котлован на черзе подмурок. Технично проект не самый простый. Задача – провести новые инженерные коммуникации, хазопровод, теплотрассы, водопровод и напорные коллекторы. И все это – устиснутый термин. Працуют коля сотни специалистов. Совсем худко тут вырастут стены и лесвичные перекрытия. Корпус будет четырехповерховым. На новых площах з'явится приемно-диагностичное отделение. По суседствия – урология, анестезиология и реанимация. Наполнение – сучасный операционный блок и найновшая техника. Компьютерный томограф, МРТ, литер-триптер. Медицинское оборудование будет поставлено за счет средств местного бюджета и частично за счет средств Министерства здравоохранения, с которым мы плотно работаем. Мотор спецтехники не смолкая и на будовнейшей приотсоции у Новобеллицы. Тут узводить новую школу. Для молодого микрорайона это якраз доредше. Проектировщики обвязывают лингофонные кабинеты, безбарьерные осеродии, навод кинофотолабораторию. Проекты для региона уникальны и не меньш складаны. С уликом розной якости Глеба проектировщикам пришлось измиксовать ленточный и палевый подмурок. Работы в ближайшее время будут уже организованы так же, как и на больнице скорой медицинской помощи. В круглосуточном режиме будем добавлять больше людей, чтобы сделать очередной подарок городу. Будовництво новых объектов у Гомеля плануют завершить за некольких годов. Принеси Варьянова Ганна Ковалева, телерадиокомпания «Гомель» при Патрымце АТН. Когда соседи не могут домовиться, в поселку Забияка Гомельского района разгорелся конфликт между двумя женщинами. Спрашиваются, кстати, за невеликого ковалочка земли. И история сопростояния наличия не один год. Жахарки поселка неодноразово звертались на приемы до руководителей самых разных узровнев. А последний раз, два три дня тому, до старшины Гомельского блоконка Магина Ди Соловья. Губернатор взял питание под особистый контроль. Сегодня он выехал непосредственно на место, чтобы всем детально разобраться. Под обязанности в материале Дмитрия Котова. Этот прием старшиня Гомельского Абалвы Конкама проводил 3 лютого. До этого звернулася Лидия Дедикова, жахарка поселка Забияка Гомельского района. Шесть годов тому женщина вырешила приватизовать участок, яким до этого только расталось не один десяток годов. Тогда и подшался конфликт с уседкой. Губернатор пообяцал особисто во всем разобраться. Давайте мы на следующий понедельник, не этот понедельник, на следующий, да, с выездом на место разберемся. Сказано, зроблено. Меньшим празд два тыдня Геннадь Соловей выехал у поселок Забияка. Губернатор уважливо выслухал обет в Джаншин и отзначил, у любой спрежцы у Лада немая права обирать, че не будь бог. Головная справедливость. Усё повинно быть зроблено по закону. Тут нужна только правовая форма. Мы должны идти по закону. Я тоже так говорю. И если вы первая пришли, или она первая, то мы не должны брать на это основу. Мы должны исходить из тех, и руководствоваться теми, на эти документы, которые сегодня руководствуются государством Беларусь. Поэтому у нас правовое государство, и никому ничьи интересы лоббировать мы не имеем права. Конфликт разгорелся по сутности за 30 сантиметров земли. Вот этот гараж находится на участку Лидии Дедиковой, а огороджа, якая слева, на участку Людмилы Мадорной. Первая скардица на суседку, не бытая заняла ее территорию. Другая женщина парируя, закон не порушен. Вот так и поставила, ты нарушила все, и теперь еще вот так стоял. Вот поставлена граница. Притом граница, вот она, вот она граница, вот она подшита. Здесь был дубовый кол и была натянута металлическая проволока. Я даже принесу это с дня основания, такой документ. По словам Людмилы Мадорной, Лидия Дедикова, чтобы обозначить свои земельные межи, на участку огороджей перефарбовала у желтый колер, что было сделано на думку женщины неправомерно. До речи до визита губернатора сюда неодноразово приезжали представники разных ведомств у Тымлику земельной службы. Есть офицейный документ 2017 года с подписами уладальников земельных участков. И он докладно вызначает межи. Огород же полностью находится на территории Людмилы Мадорной. Лично я минимум три раза уже сюда выезжаю, для того, чтобы наглядно человеку объяснить на документах и на земельном участке, каким образом проходит граница. Здесь, в принципе, никакой житейской проблемы, связанной с физическим владением земли, нету. И юридически все оформлено верно. И только суд может отменить эту регистрацию и признать документы недействительными. Тем более, что по сути своей, ни для одной, ни для другой стороны никаких проблем пользования землей нет. Соправды вырешить этот конфликт допоможет только суд. Улада может только выконать его решение. На сегодняшний день есть два пути выхода из этой ситуации. Либо они вдвоем договариваются, пишут обоюдное согласие об изменении границы и меняют ее. Либо, если одна из сторон не согласна на изменение границы, значит, вторая обращается в суд судебном порядке. В случае положительного решения суда мы тогда непосредственно уже будем исполнять это решение и перенесем границу в том положении, в котором будет обозначено в суде. Конечно, надея за все дына мирный заход в супредстояние. Тем более, когда разговор идет об соседях, и борьба житовляется у всего за несколько десятков сантиметров земли. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». В связи с наступствами снегопада коммунальные службы Гомельской области працуют во усмотненном режиме. У вынику необходности работы по очистке дорог ведутся круглосуточно. Протягтаем мы в материале наших корреспондентов. Для ликвидации наступств снегопада заразная дорога Гомельской области працует около 200 одинок техники. Мониторинг ситуации ведется постоянно. Причем, до этой справы долучились не только коммунальные службы. У беспечных дорогах сегодня вельми затекавленные супросовники держат инспекции. С подшатком снегопада колькость транспортных здоровья не повелешилась. Причем, есть выпадки с осмаротным заходом. В связи с ухудшением погодных условий, связанных с выпадением обильных осадков в виде снега, понижением температуры, а также порывистым ветром, госавтоинспекция с 9 февраля ввела на территорию Гомельской области специальный план «Погода». На территории Гомельской области с 9 по 11 февраля было зарегистрировано 357 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Четыре учетных дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека получили ранения и один человек погиб. В целях оперативного реагирования по приведению уличной дорожной сети в безопасное состояние сотрудниками госавтоинспекции круглосуточно осуществляется мониторинг проезжей части и тротуаров с последующей передачей в диспетчерские службы дорожных и коммунальных служб для последующей обработки данных улиц, тротуаров и проезжих часть песчано-соляными смесями. Среди наступства снегопада порушение графика уруху громадского транспорта на пригородных маршрутах. А про жертвы зарегистрированы выпадки, коли до населенных пунктов не могли доехать автолавки. Але, бадай, найбольшь складанная ситуация сегодня на дворовых территориях у Тымлику в Гомеле. Кали 500 городских дворников, які выходят на улицы в 6 годы ранее, полностью выражать проблему не могут, хоть и оказывают на ситуацию агульный уплыв. А про жертвы, техника, яка есть у коммунальников, оперативно очистить усе дворы просто нездольное. Хоть после того, як основные магистрали стали больше пригодными для проезду транспортных сродков, спецтехника почала больше активно використовываться, миновіто на гетых территориях. Інша справа, что шмат, які уладальники приватных авто паркуются таким чином, что вести тут некие работы немогчима. С начала зимнего периода было зарасходовано порядка 24 тысяч тонн песчано-соляной смеси. В первую очередь принимались меры про расчистки проезжих частей, улиц с движением общественного транспорта, основных магистралей, мостовую путепроводу. Сейчас основной упор делаем на расчистку дворовых территорий, подъезду к контейнерным площадкам. Активно, надо же сказать, поблагодарить население, помогло и приняло участие. Если взять такой сильный снегопад 12 февраля, то порядка где-то 1930 человек населения вышло на расчистку дворовых территорий по помощи оказать нам, коммунальным службам. Ну и хотел бы еще попросить автовладельцев не оставлять по возможности на улицах припаркованные на ночь машины, потому что работает спецтехника и тяжело порой бывает расчистить полностью улицы. Алиса Нюров, Ольга Коновалова, Йоген Макинка, телерадокомпания «Гомель». На допомогу коммунальникам и горожанам приходят и оперативные службы. С самого початку мощных опадков до работы по очистке территории долучились сопрацовники милиции. Они допомагали автовладельникам и водителям громадского транспорта, а так само убирали территории колесоциальных установ. Так, сегодня до прикладу бойцы АМАП працевали в специальном детячем садку номер 99 города Гомеля. Причем другий день запор. Учера они допомагали убирать снег с даху, а сегодня очищали территорию, чтобы детям и выхователям было сручно рухаться. На данный момент складывается такая неблагоприятная погодная обстановка. Поэтому было принято решение оказать помощь необходимую расчистке снега. Выезжая на службу, стараемся брать с собой все необходимое. Троса, где-то лопаты, если вдруг где-то в пути кто-то остановится, застрянет, чтобы оказать также гражданам всю необходимую помощь. Поклопотиться об тех, кому потребна допомога в уборце снега, вырешили и в областном управлении МНС. Воротовальники узброились лопатами и расшистили территорию областного родильного дома. ГТ и иншая новинная информация о проектах телерадиокомпании Гомель вы можете знайти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Три циклона, которые пронеслись один за одним на территории нашей области, принесли немало хлопот и бед в регион. Под влиянием циклона Волкера обильное выпадение снега, метель и низкие температуры послужили косвенными причинами целого ряда чрезвычайных ситуаций. В пятницу в 20.47 в Центр оперативного управления Гомельского райотдела по ЧАЭС поступило сообщение об обрушении 180 квадратных метров железобетонных плит кровли коровника 1970 года постройки на территории молочно-товарной фермы в агрогородке Бобовичи Гомельского района. До прибытия подразделений МЧС работники хозяйства сумели эвакуировать 193 коровы. Спасатели провели работы по укреплению строительных конструкций. Сейчас силами хозяйства проводится демонтаж плит и разборка завалов. Работает комиссия по выяснению причин происшествия. На следующий день в обед у спасателей раздался звонок с сообщением о том, что в деревне Чкалово Гомельского района горит сельская библиотека. К месту вызова было немедленно направлено несколько расчетов спасателей. По прибытию к месту вызова происходило открытое горение кровли. Пожар был ликвидирован. Огнем повреждены 30 квадратных метров кровли и потолочное перекрытие на площади 10 метров квадратных. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваем версии причины пожара нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств или неосторожное обращение с огнем. Около 2.40 в ночь субботы на воскресенье тревожное сообщение о пожаре поступило из деревни Головки Реческого района. Огнем воспылал жилой деревянный дом. Спасателями на полу в горячей комнате под обломками строительных конструкций обнаружено тело хозяина 1959 года рождения без признаков жизни. От дома остались обугленные стены. По одной из версий пожар произошел из-за нарушений правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Снегопады взастали врасплох многих участников дорожного движения. Сотрудники ГАИ активно осуществляют координацию коммунальных и дорожных служб по очистке уличной дорожной сети и оказании помощи автомобилистам. Но без серьезных ДТП все равно не обошлось. В пятницу днем 57-летний водитель управляя грузовым Вольво с полуприцепом двигался по автодороге М10 в районе деревни Лорищева стал буксовать на заснеженном покрытии выехав на железнодорожный переезд. Через несколько минут загорелся красный сигнал светофора сообщающий что скоро пройдет поезд. Товарный состав применил экстренное торможение но избежать столкновения не удалось. Водитель вовремя покинул автомобиль пострадавших нет. В результате столкновения поврежден грузовой автомобиль и опора освещения. Задержки в движении не произошло. Спасатели при помощи погрузчика отбуксировали грузовик. А в Петриковском районе ДТП закончилось смертельным исходом. На 222-м километре автодороги М10 границы Российской Федерации Гомель-Кобрин произошло ДТП с участием фуры Вольво и легкового автомобиля Мазда. По предварительной информации водитель больше груза при осуществлении обгона не убедился в безопасности своего маневра выехал на полосу встречного движения где совершил столкновение с легковым транспортным средством. В результате ДТП водитель автомобиля Мазда погиб на месте происшествия. Для ликвидации аварии понадобилась помощь спасателей. Водитель Вольво не пострадал. Еще одна печальная новость. В пятницу утром в Гомеле на улице была обнаружена женщина с признаками сильного переохлаждения. Позже в больнице она скончалась. В ходе разбирательства установлено, что женщина в предварительном состоянии алкогольного опьянения направлялась к невестке, проживающей по улице Советской. Однако дойти не смогла. После осмотра дежурным врачом с диагнозом поражения конечностей общее переохлаждение она была госпитализирована в Гомельскую городскую клиническую больницу номер один, где была констатирована ее смерть. МЧС в условиях дальнейшего понижения температуры окружающей среды рекомендует потеплее одеваться и всегда рассчитывать на свои силы. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомельская энергия вернулась на вторую строку таблицы высшей лиги чемпионата Беларуси по волейболу. На выезде команда Романа Оплевичева второй раз в нынешнем сезоне обыграла главного конкурента столичный строитель. В четырех из пяти сыгранных сетов соперников разделило всего два очка. Гости дважды вели в счете по партиям однако минчане отыгрывались. На тайбреке сильнее были энергетики. Сейчас у энергии строителей одинаковое количество набранных баллов. Гомельчане впереди по дополнительным показателям. Лидирует Шахтер. Кстати, именно с горняками минчанам играть 17 февраля. 20 февраля энергия принимает дома Могилевский коммунальник. ЦКК побеждает ВРЗ теряет очки в Борисове а БЧ отыгрывается с 0-3. Состоялись матчи 14-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Светлогорский ЦКК дома обыграл УВД Динамо а в течение матча лидер в счете менялся несколько раз. Концовка осталась за хозяевами которые в итоге отпраздновали Викторию 5-4. Светлогорская команда в турнирной таблице на 9-м месте. ВРЗ ездил в гости к Борисову 900. К перерыву хозяева паркета вели в счете 4-2. Во втором тайме вагоностроителям удалось отставание сократить. Сначала в равных составах отличился Клочко. Для него этот гол стал вторым в матче. Ближе к финальной серии когда гамильчане перешли на игру в 5 полевых паритет восстановил Чернейко. ВРЗ продолжил игру сгонялой в надежде вырвать победу за что и поплатился. Чернейко отдал передачу назад однако мяч угодил не к партнерам а прямиком в ворота 5-4 в пользу Борисова 900. ВРЗ потерпел второе поражение в чемпионате и продолжает занимать вторую строку в турнирной таблице. Центральный матч тура прошел в Минске на паркете дворца спорта Уручье. Столица принимала у себя БЧ. Не прошло и 8 минут а хозяева успели создать для себя преимущество в три гола. Железнодорожников это не смутило. Еще до перерыва Кусков и Селивончик сократили отставание до минимума. На экваторе второго тайма Жариков сделал счет ничейным. Больше забитых голов не было. 3-3. БЧ сейчас на четвертом месте в таблице столицы на третьем. Лидирует Витен, который пока показывает стопроцентный результат. 14 побед в 14 матчах. Женский гонбольный Гомель записал в свой актив очередную победу в чемпионате страны. Гомельчанки на домашнем паркете крупно переиграли Витебчанку 48-17. У Виктории Дивак 11 точных бросков она самая результативная в рядах Гомеля. Мужская команда ездила в гости к Мешков-Брест. Подопечные Андрея Мочилова смогли дать бой бессменному чемпиону последних лет. На перерыв команда ушли при счете 17-16 в пользу Мешковцев. Во втором тайме гости и вовсе вышли вперед, однако класс брестской дружины взял свое. Хозяева переломили ход встречи и победили 35-30. Гомель по-прежнему сохраняет за собой вторую позицию в таблице чемпионата. Мешков на первом месте. Музырская славя заняла второе место на международном турнире «Винтеркаф-2021». В финале Мозыряне уступили хозяевам футболистам Брестского «Динамо» 2-0. В крытом манеже стадиона «Луч» в областном центре встретились в очном поединке два других представителя нашего региона высшей лиги футбольного чемпионата «Гомель» и «Речицкий спутник». Победа осталась за зелено-белыми. Гомельчане забили по голов в каждом из таймов. Речицкая команда не смогла довести ни одну из своих атак до голевого завершения. После паузы возобновляется чемпионат Беларуси по хоккею в экстра-лиге. «Гомель» 16 февраля на выезде играет с аршантским локомотивом. Жлобинский «Металлург» ждет в гости лидера столичную юность. Оба матча начнутся в 19.00. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин